привет друзья на связи ппк лазер в этом видео мы разберемся как установить программное обеспечение для работы на co2 лазерном станке на базе контроллера ruida на компьютере на базе windows заходим в этот компьютер открываем свойства диспетчер устройств сейчас мы установим драйвера подключаем компьютер к станку включена у нас появляется неизвестное устройство обновить драйвер найти драйверы на этом компьютере делаем путь к драйверу у нас уже тут выбран нажимаем далее все драйвер установился устройство нас определилась мы закрываемся далее открываем папочку с установщиком rd works запускаем его сначала выбираем язык русский далее . 0 это там где у нас дом скажем так для лазерной головы где стоят концевые датчики это вверх-лево в нашем случае у вас может быть по-другому есть остальные варианты единиц измерения миллиметры установить установить драйверы камеры нам не нужно камеру нас на станке сейчас не стоит rd works тут нужно краски нажать установить стал финиш rd works у нас появился далее можем установить плагин в графический редактор есть разные варианты в данном случае у нас стоит корал дро но перед этим нам нужно запустить сам корал вот откроем макет который у нас тут готов тут заходим в инструменты параметры корал дро есть вкладка в б а и убираем галочку напротив слов задержка при загрузке б б а окей и корал мы закрываем после чего ставим галочку установщики напротив плаг лазер ворк краски плагин и можно нажать установить но у кого-то могут быть проблемы с нахождением корала и тогда нужно изменить путь для установки сделаем через него чтобы всем было понятно установить выбираем путь корал дро корал корал дро график с ю 21 у нас выбираем версию в этом установщике узнают только про двадцатую но под 21 она тоже подойдет кей стал финиш значит у нас плагин тоже установился последний пункт в этом установщике это установка юсби драйвера но она срабатывает не всегда правильно поэтому мы установили драйвера вручную нажимаем выход откроем снова макет в корале и тут у нас видите вот появилась окошечко с плагином мы его ставим более удобное место выбираем макет и нажимаем эту кнопочку все у нас запустился rd works макет перенесся но один нюанс станок у нас подключен 40 на 40 а поле у нас стоит 1200 на 800 это исправляется чем легко нам нужно просто подтянуть значение станка справа у нас есть вкладка пользовательские настройки и мы нажимаем кнопочку считать все он считал все со станка поле у нас стало 400 на 400 миллиметров переносим макет туда макета вот можно увеличивать уменьшать в размерах можно делать это как вручную так и в цифрах вот здесь на панели сейчас нас замочек открыт если мы изменим одну сторону сделан например 100 у нас макет растянется чтобы этого не произошло сейчас отменим снова выделяем макет мы ставим замочек теперь изменяя размер одной стороны параллельно изменяется другая ладно уменьшим размер подставим в левую часть верхнюю и сделаем настройку как мы будем раз гравировать по макету тут стрелочкой возвращаемся в рабочее поле все у нас сейчас выделены черным и серым цветом давайте окантовку мы сделаем синим это как мы будем вырезать сразу поставим настройки резки 15 миллиметров в секунду скажем так вторую голову мы отключим тут уже стоит резко минимальная мощность пусть будет 50 максимальная 60 сначала максимального поставить 50 маленькой почему мы делаем разную мощность минимальную максимальную это при поворотах у нас замедляется скорость движения головы и станок уменьшает мощность чтобы не пережить нажимаем ok выделяем вот эту вот рисунок мы его сделаем красненьким оставим также резко увеличим скорость 200 миллиметров в секунду и поставим маленькую мощность вот тут будет от 15 до 20 таким образом мы сделаем контурную гравировку она сделается быстро и будет делаться по контуру далее мы выделим текст сделаем зеленым и вот эту часть текста зеленым зеленый у нас будет гравировка скорость будет 300 миллиметров в секунду гравировка голову вторую убираем и мощность 15 будет окей вот нас получился макет в котором у нас есть и резкая гравировка и контурная скажем так гравировка что мы видим тут осталось у нас черное его мы просто выключим там нет остальные у нас все включены и будет все действовать по порядку данном случае сначала у нас вырежет нам это не нужно резком поставим на самый конец сначала будет контурная гравировка потом гравировка полная и потом он делает резку можно стартануть прямо отсюда нажать старт и станок уже начнет вот в этой части поля делать макет можно так что поставить на паузу остановить можно сохранить этот файл скинчу на флешку подойти к станку и через флешку загрузить или запустить макет можно загрузить rdworks файл краски уже готовый и можно загрузить это дело сразу в станок то есть он будет в контроле или во внутренней памяти можно будет станка уже переместить и запустить вот мы научились устанавливать все по и даже делать макет на этом все друзья подписывайтесь ставьте лайки оставляйте комментарии бейте в колокол если у вас остались какие-то вопросы пишите звоните на все ответим до скорых встреч пока пока а